Если в отношении лица, которые подвергаются уголовному преследованию до приговора суда, назначается мера пресечения в виде заключения под стражу, возникает вопрос, а куда девается вот тот срок, в котором лицо находится под стражей до вынесения судом приговора. Ведь он может сидеть месяц, два, год или два года. Вот существует специальный закон о том, что если гражданин находится под стражей до постановления приговора суда, то исходя из той жесткости наказания, той колонии, в которой ему предстоит отбывать наказание, расчет до того времени, пока его посадили, до постановления судом приговора, определяется по определенной норме. Каким образом это делается? Если гражданин обвиняется в совершении особо тяжкого преступления или если по иным основаниям, когда судья выносит в отношении него приговор, она считает, что ему необходимо отбывать наказание в колонии строгого режима или колонии особого режима, в этом случае время содержания лица под стражей до постановления приговора рассчитывается исходя из один день к одному дню. То есть то время, которое лицо сидело до постановления приговора, то количество дней будет равно тому количеству дней, которое фактически лицо отбыло. Если при постановлении приговора преступление является менее тяжким и судья постановила, что гражданин должен отбывать наказание в воспитательной колонии для незашинолетних или в колонии общего режима, в этом случае то количество дней, которое обвиняемый просидел до постановления приговора, будет равняться полутора дням. Если лицо обвиняется в преступлении небольшой тяжести или средней тяжести, или в преступлении по неосторожности, и судья постанавливает отбывать наказание в колонии поселения, в этом случае время, проведенное в СИЗО до постановления приговора, рассчитывается два дня. Время, проведенное в СИЗО до постановления приговора, одному дню, проведенному в колонии поселения. Таким образом, можно легко высчитать, сколько лицо уже отбало фактически до постановления приговора и сколько ему осталось отбывать. Вот у меня часто спрашивают, сделан ли нам домашний арест, мы не хотим сидеть, и есть такое мнение о том, что если у нас сейчас домашний арест, то в принципе нас могут не посадить. Ну, отчасти, конечно, я с этим согласен. Но, тем не менее, если в рамках меры пресечения лицу избран домашний арест, и все-таки при постановлении приговора судья решает посадить, в этом случае два дня, проведенных под домашним арестом в рамках меры пресечения, равняется одному дню лишения свободы. То есть, вы можете два года пробыть под домашним арестом, а к моменту постановления приговора и взаимозачета фактического срока наказания выяснится, что только один год гражданин находился под арестом вместо двух. Очень важно понимать, что в отношении гражданина в рамках меры пресечения может быть избран как домашний арест, так и содержание под стражей, а при постановлении приговора судья подумает о том, что исправление вот этого осужденного возможно без изоляции от общества, и назначен исправительные работы, штраф, принудительные работы, ограничение свободы или любые другие наказания, которые не связаны с лишением свободы. В этом случае время, проведенное под домашним арестом или время, проведенное под стражей, может полностью, в полном объеме поглотить наказание, которое не связано с лишением свободы. Штраф, ограничение свободы, принудительные работы, исправительные работы. И судьи очень часто так делают. Они смягчают наказание или полностью освобождают лицо от отбывания наказания. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, пересылайте его знакомым, друзьям, коллегам, оставляйте мне комментарии, я попытаюсь на них ответить, если вы будете о чем-то спрашивать. Ну и, конечно же говоря, чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на канал. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok